Друзьяшечки, вот я Черт, я забыл аккумуляторы, наверное Мы доехали до Кены Я только что видел Нил Вы только что видели Нил, это круто И я успел до 5 Тут еще минут 20 могу походить Это храмовый комплекс Дендера Сейчас мы туда подойдем И все посмотрим Издали уже выглядит достаточно круто Но есть и минусы во всех этих делах А именно это Как бы это так сказать правильно Плата за услуги За вход и так далее И как бы ладно, окей, да, плата за вход Это обычное дело, это нормально Здесь она составила 130 фунтов Но они также взяли С меня еще 5 фунтов за парковку Ну и хрен ты с ним Но потом я прошел через металлоискатель Они увидели в моем рюкзаке штатив И сказали, что за штатив еще 30 фунтов Ну, типа, меня это немного подвыбесило Потому что, ну, блин, я не знаю Ну, типа, это же просто штатив Это просто палка Чем она кому мешает Не понимаю Я просто начал уже спрашивать Так, может, я не знаю, там За кофту мою еще возьмете За штаны там какой-нибудь Взнос Вот, такая вот Неприятная забавка Ну да ладно, хрен ты с ним Давайте наслаждаться видами В какой-то веке, блин Крутяк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь, друзья Я очень пожалел Что пришел сюда всего на 20 минут Потому что Вау Это просто что-то Это так круто Пипец Типа, я думал, я зайду Тут просто будет 4 стены Там, грубо говоря, все А тут просто все распишу Ну, посмотрите У меня сейчас такой культурный шок Как минимум Потому что это мой первый В этот египетский монохрам Я ни разу этого всего не видел И понятно, что, наверное, Через пару неделек Я уже к этому буду относиться Достаточно спокойно Но сейчас Это прям Это полный крышеснос Это так круто Данный храм Данный храм был построен В честь богини Хадхор Которая считается Дочерью бога солнца Амона-ра И женой Гора Бога неба и солнца В облике сокола Она была богиней радости Любви Опьянения Материнства Плодородия Веселья и танцев Внутри храма Располагается Большой гипостильный зал С 24 колоннами На которых высечено Изображение Богини Хадхор Гипостильный С греческого Означает Поддерживаемый колоннами Продолжение следует... Ничего не видно, но очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то весело кричит там. Короче, ребята, это было суперкруто. У меня до сих пор, я еще ничего не могу осознать, потому что было настолько быстро. Сколько мы там посетили? 5-6 залов, в эту крипту залезли. Это прям взрыв мозга полный. Не делайте моих ошибок, ребята, не спешите. Даже не то, что не спешите, смотрите получше, куда вы едете, потому что, блин, если бы я знал, какой он огромный, я бы лучше бы завтра с утра на него сходил, потому что это, это, блин, великолепно просто. Это же так круто. И вот эта вот спешка сейчас быстро с этим мужиком пробежались. Я даже не успел на ничего посмотреть. Сейчас мне придется приехать домой и смотреть это на фотках и на видео, потому что у меня картинка даже не успела запечатлиться как-то в голове. Ну, не вся, так сказать. Так-то, конечно, это вау. Это просто вау. Если так же будет и дальше, хороший будет. Блин, все хочу сказать, что это отпуск, точнее отпуск, как это назвать? Приключение, хорошее будет приключение. Ну, а солнышко, как вы видите, потихонечку сваливает от нас, поэтому пора ноги в руки и ехать в отель, заселяться. Типа того. Так, друзья, я еще пытаюсь выйти из этого храма, вон он. И хочу вас предупредить, чтобы вы готовились не только к тому, что будете платить за все подряд, а еще, чтобы вы готовились к приставалам. Потому что сейчас до меня докопались человека четыре. Купи книгу, купи шар, купи рубашку. И при том, если обычно в других странах ты говоришь, нет, спасибо, они там практически сразу остают, то эти прям, они со мной шли за метров сто, типа, ну, пожалуйста, ну, у нас. Мы все голодаем, туристов так мало, трали-вали, вот это вот все. Готовьтесь говорить no thanks, no thanks, миллион тысяч раз. Принесело. Короче, ребята, сейчас происходит какой-то полный пиздец, я ничего не понимаю, и пока меня не саплименты, я хочу вам об этом рассказать. Короче, я когда начал выезжать с храма, ко мне подошел охранник, говорит, довези меня куда-то там на жутко ломаном английском, я его еле понимаю. Я говорю, окей, хрен с ним, поехали, довезу. Мы начинаем выезжать из храма, все нас тормозят, другие охранники говорят, сейчас, сейчас, подождите, подождите. На ломаном английском кое-как мне объясняют, что вроде как с нами поедет полицейская машина. И надо ее подождать, чтобы она, типа, впереди нас поехала. Я говорю, зачем? Они мне объяснить не могут. Какая-то полицейская машина реально начинает впереди нас ехать. Я ничего не понимаю, мне этот мужик пытается объяснить, что вот, они едут с нами. Я говорю, зачем? Why, why, why? Он не может объяснить. Потом я его где-то ссаживаю, и эти ребята все едут передо мной. А я не понимаю, то ли надо за ними ехать, то ли нет, то ли что. Короче, какая-то полная жопа. Я просто свернул в какой-то другой проулок, оставил где-то в задницу. Я не знаю, они сейчас меня найдут или нет, вообще сейчас этим будет. И это какое-то вымогательство на бабки, что, типа, они мне это, они мне помогли там как-то, типа, что эскорт мне сделали. Потому что чувак начал рассказывать, что, типа, что, типа, это страховка. Я говорю, в смысле страховка? Типа, что они нас едут, чтобы подстраховать меня. Я говорю, тут что, опасно, что ли, у вас в городе или что? Он мне объяснить ничего не может. В общем, я уже полторы минуты вам рассказываю непонятно что, потому что я сам не понимаю, что я еще и вожу в этот момент. Ох, ни хера не понял. Короче, если чего, расскажу вам, что было дальше. Жесть. Так, ну что, я в отеле. Отель достаточно говнишный. Рассказать много не буду. Ну, такой, типа, короче, он без окна. Тут какой-то есть, я так понимаю, это просто окно. Толчок, зеркало. Да, он стоит какую-то фигню, типа, там, чуть больше косаря. И это был единственный отель здесь, в этом городе, в Куне, в Куне. Кене, как его там, вот, поэтому не было большого выбора. И тачку нам пришлось оставить где-то в заднице, потому что здесь проковаться нельзя. На улице там полнейший хаос. Я сейчас пойду, я думаю, ну, мне сейчас, может, попозже поесть. Поснимаем этот хаос. Менты никакие не приехали, ничего. Так что с этим вроде как все нормально. Я от них оторвался. Потому что я реально не понял, что это было. И, блядь, короче, первый день и сразу много веселых. Ну, в общем, как обычно. Надеюсь, вам весело и интересно. Потому что мне весело и интересно. Вот так вот. Вот так здесь веселятся олимпиадцы. У-ху! Ох, ребятцы, с каждой секунды я начинаю понимать, что, походу, это будет очень веселое приключение. Потому что только что я пришел на парковочку. Никого не трогал. Просто хотел забрать водичку с проводом. Какой-то мужик подбежал и говорит, ой, парковка платная. Давай денег, давай свой телефон. Опять же, кое-как на ломаном английском. Ничего не понятно. Прибежали другие. Я с ними сейчас 10 минут что-то пытался договориться. Вроде как они от меня отстали, денег не взяли. Но есть варень, что с утра этот чувак будет там и будет просить денег, блядь. Хотя меня чувак с Dream Hotel этого нашего сам туда привел и сказал, что парковка бесплатна. Короче, я ничего не понимаю. Либо я тупой, либо просто меня хотят наебать здесь каждый первый на бабки. Потому что я туряга вонючий. Ну, узнаем, узнаем. У нас еще много чего предстоит нам в этой чудесной стране. Как бы дальше посмотрим. Все, ребят, я вернулся в номер. Взял кефсишку. Сейчас буду кушать. И, наверное, достаточно быстренько завалюсь спать. Хотя как-то спать я не представляю, потому что на улице все бибикают. Потому что для них сейчас всего 6 вечера. Это я спать хочу после самолета. Ну, короче, деньочек был очень занятный и положительный, отрицательный одновременно. Так что, ребят, спасибо, что смотрели эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и ждите серии номер 2. Потому что завтра утром мы начнем делать опять какие-нибудь очень прикольные штуки. Субтитры сделал DimaTorzok